Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19 по 21 стих. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякие, делающие злою, ненавидят свет и не идут ко свету. Чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Я хочу сегодня коснуться места Писания о свете и о тьме. И попутно сказать, для чего у нас свечи горят. Узнания или не нужны, из чего они делаются, кто должен зажигать. У церкви на все находится ответ. Правильно или неправильно, это каждый сам суди. Сейчас будем считать несколько мест Писания. Я буду говорить о свете. Вот о самом свете, ну, допустим, светильник, говорится 386 раз в Библии. В новом, знаете, 102 раза. Значит, эта тема не маленькая. Это больше, чем по одному разу на каждый день. Так я еще не беру другие, производные слова которые. Тема огромная. Начинается бытие, первая глава. Просто не положил закладку. Вот послушайте. С первой главы, с первого стиха и дальше. Святая Библия нам говорит о свете в первую очередь. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Далее. И сказал Бог, да будет свет посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отдел воду, которая под твердью от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода под небом, в свои места явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастет земля зелень, траву, сеющую семя породу и поподобие ее. И дерево плодовитое, приносящее породу своим плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу и поподобие ее. И дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его порода его на земле. Все пока. Посмотрите, вопрос задают. Солнце, Бог творит четвертый день. А в первый день свет. И спрашивают, как может? Свет, а солнца-то нету. А сегодня даже научная доказа. Называется туманность Андромеды. Путем вращения приближается ближе, образуется уже контур, можно показать. Так все стоит на месте. Попутно говорят, а что такое тьма? Тьма? Какие? Когда свет, тут есть инфракрасная, ультрафиолетовая, лучшая, все это есть. Мы видим, какие светофоры горят. А тьма? Тьма отсутствия света. Коротко и просто. И вот сегодня мы, когда коснемся этого, с той целью, чтобы научились разбираться в том, где мы живем. Что Бог сотворил. Притом вот это все, что мы видим, оно говорит о высшем, не только об этом. Дорога, путь. Ну еще особенно каждый день ходим по дороге. Нет. 14.6 мы считаем, в ангелетях, вот я есть путь истинной жизни. Вот как. Если мы так будем думать, мы, как говорил Серафим Саровский, будем плыть в Евангелие. Я вот буду сейчас разговаривать о свечах, а вы по-другому посмотрите. Я выписал специальную, смотрел в интернете, из чего их делают, в какое время. Восковая свеча все-таки в 14 веке появилась. А до этого была какая? Все там было. Вот свеча все трещит, исследовать не надо. Нефтепродукты. И поэтому около священника опасная зона. Газ. Они буквально отравляются. У нас этого нету. Свечи должны быть чисто восковые. Серафим Саровский неоднократно об этом говорил. Антоний говорит, как пчела перелетает со цветка на цветок, собирает не екта. А что такое воск? Это пчелиный пот. Как они интересно делают, друг другу цепляются, делают как кольцо какое-то. Машут крылышками, чтобы спотеть-то. А другие берут, теперь застывает, вот такое мы имеем. Это очень дорогое. Я в Америке был и побыл там, где готовят свечи. Огромные вот такие, ну как у нас вот воск приводят, а сколько? Парафин. Кроме парафина, стиарин. Я говорю, а сколько воск? Какой воск? Ну в свечах. Зачем? И вот тут как остужаются, баки стоят, машина работает. Богу не нужна эта мерзость. Левит 10 глава 10 сии говорит, чистому чистое, а нечистому нечистое. Отвечайте чистое от нечистого. Поэтому вот у нас 30 лет. За 30 лет ни одного гарка нет. А почему? А в устав включили. Свеща догорает и гаснет. А что это имеет значение? Ну если бы не имело, то не было бы у нас на все сожжение и жертву. Все сожжения. А здесь мы пошли, как-то на Пасху разрешается звонить в колокол. Если пойдете, Покровский собор, открытый колокольный, заходи, звони, это первый день. Раз в году бывает. А перед ним вот таких два, не мешка, куль называется. Он около 100 килограмм. Забитый вот этими агарками. Вот она в таком виде уже, уже тушат стоят. А почему? Переплавлять. То есть хищение. Обман. Я уже не раз говорил ей, епископу, что делаете? Вы понимаете, из человека в карман залезьте, ты считаешь... Ну это опозор. А это Божье. Канон специальный говорит, что церковным ничего нельзя обратно вернуть. Уже оно посвященное Богу и должно до конца быть Божьим. Я живу рядом. Другой раз надо зажечь. Нету ни одного агарка ни разу не взяли. Почему? Очень опасно. Называется святотатство. И от Бога, ясно дело, неположительный отзыв будет. Благословения уже не будет. У нас чисто восковые свечи берут воск из той пасеки, которую знают хозяева, что там никакой... Ну бывает тоже что-то... Мед от которого дают, она... Растворяют сахар, дают пчелам, у него перерабатывают мед, а на самом деле это не мед. Там ничего не лекарства, ничего нет. И так, даже сколько должно быть свечей? Вот есть у батюшки стоит семисвечник называется, по-еврейски минора. Я один раз говорил, и ему только другие, которые рядом стоят вторые на подсвечнике. С одной и с другой получается девять. Зачем? А в Батмиге, ну все строятся, нет этого нигде. Минора одна для всех. Вот мимо идете, тут нефтебаза, как это, продают они что-то. И у них нарисован этот свечей, когда значит кто-то из этой нации там живет, и он... А эмблема, как бы сказать, этого предприятия. Семи, это полнота, семи. А вот когда много, самые маленькие свечи мы видели, тоненькие, нитка обмазанная только. А самые большие это паникодила. И раньше их, ну вот я был в Новосибирске, видел, там поднимают его, специально так сделан шнур, опускают, свечи ставят, нормальные свечи, а сегодня в виде свечи, электричный сочек, ну или горит. Ну, для свечения да, а для Бога нет. А там, ну толстые свечи, ставят их, зажигают, и за шнур поднимают, он как перекладина, и они там горят вверху. А так это важно. Нимы придумали. Значит, тогда было важно, когда не было света никакого. Очень известный священник получает вопросы и говорят, батюшка, а какая польза у нас от священий, кому? Столько тратимся, а покупает-то только и соплина. Он даже не задумываясь, сразу отвечает, польза только одному человеку. И он среди вас. А кто? Вот иконы, когда видели, какие они закопченные, лика не видно. Мы нанимаем человека, он специальными средствами это все убирает, вот ему мы платим, больше никому нету. И это отвечает всемирно известный священник. Обдумаешь, и в самом деле так, а нам это нужно? Напоминание нужно, необходимо. У нас со священниками никто не ходит. А почему? Да потому что тут есть у нас чтецы, которым разрешено в храм заходить, батюшка сам иногда поставить. Я пока касаюсь только свящи. Касается свящей, издающей свет. Мы сейчас увидим в священном писании, как мы должны разбираться в свете. Как светильник называется разными именами. Это школа настоящая. Ты не просто будешь на эту свящу смотреть, а гореть как свяща. И чтобы она не погасла ни от какого ветра. Сегодня сильно этого боятся, гонения будут, но мы знаем. Едва ли, говорит, из ста священников один будет верить. Это уже предсказано. А куда поп, туда и приход. Итак, Псалом. 118-105 стих. В Псалмах много говорится. В притчах только. В одних притчах 23 раз, кажется, говорится. Псалом 118-105. Слово Твое, светильник ноге моей, и свет стезе моей. Слово Твое. То есть Библия. Это нам напоминает о Библии. О святой Библии. Свет стезе моей. Но во тьме куда ты пойдешь, когда везде рыпины, ухабы, особенно на стройке. А свет озаряет. Итак, ты живешь среди людей, которые многие в Бога не верят. Верят неправильно. И ты в этой тьме можешь высветить священным писанием. Научитесь всегда употреблять Слово Божие. А что об этом Господь говорит? Я присутствовал на одном диспуте. И не сходятся люди. Разные вероисповедания. И в это время хозяйка подошла и говорит. А как в Библии написано? А сама неграмотная. И сразу спорь прекратился. Открыли Библию. Она говорит. Вот так. Светильник. То Слово Твое. Как только глянешься на свящу и скажи. А у нас Библия в руках. А я ответы ищу в ней. А поступаю по ней. Запомните. Говорят, вот идет, когда человек на экзамен. То заранее составлены. Какие билеты. Учат. Я всегда сдавал. Первый заходил. Тап технику научился. Первый приду. Около часа сижу. Пока откроют. А другой. Какой билет? Такой-то вычеркивает. Ему мало остается. Ну хоть мало. Но надо. Ты же не успеешь сейчас. Надо ко всему готовиться. И вот теперь. Какой Господь нам показывает экзамен. Будет суд Божий. Известно какие вопросы. Известно. Я узнал. Узнал про суд Божий. И какие вопросы будут. И они записаны в Москве 25 главе. Накормил. Напоил. Посетил. И поэтому. А другой не напоил. Не накормил. Один и тот же ответ. А еще где сказано. 12.48. Евангелие от Иоанна. Слово, которое я говорил. Оно будет судить вас. В 1962 году. Куда меня Господь коснулся. И обратился по Евангелию. Я понял. Все мои знания. Ничего мне не дадут. Я умру. Я умру. И что я с собой буду иметь. И поэтому для меня нужно это слово. И по нему я должен теперь каждый день. С утра до ночи. Смиряться. У нас сейчас в России есть священник. Вы о нем помолитесь. Он самый активный. Активнее всех архиереев. Я взял, посчитал, сколько он занятий сделал. Там до 2,5 тысячи уже. Хотя сам бежал из соседней Украины. Отец Андрей. Качев. И что самое главное. Почему я упоминаю. Вдруг. У меня было желание подарить ему наш трехтомник. Для Сова Божия нет. Христа православия. Кое-как наш человек в Москве. Лично показал. Отдал ему. Теперь в библиотеке. И он выходит и говорит. Кто не взял в руку Библию. У того в руках автомат окажется. И сейчас выходит в Библию. Открывает и все это после этого. Ну связано или не связано с нашим подарком. Но на душе радость такая. И мало того. Он выходит и цитирует. Вот как у нас считает Библию. Здесь сто процентов. Что мы не ошибаемся. Так написано. И вы знаете. Что мы не договариваемся с братом. Он считать умеет очень хорошо. Ошибок нету здесь. Итак. Когда не глянешь на светильник. И скажи. Это слово. Я опять забыл. Сегодня я пошел. И не просчитал. Садился за обед. Не просчитал. Затаус об этом говорит. Из храма придешь. Не торопись за стол. Поделись с этим сокровищем. Которое я дал вам. Если вы не понесете. Я один ничего не сумею сделать. Нам Господь позволил пройти по всей Европе и везде. И мы везде старались возжечь этот светильник. А врагов много было. Нигде. Ни одного. А почему? Сразу начиная со слова Божия. Ни один мусульман и не возразил. Они старались нам помогать. Узнали, что мы проповедуем. Магазин завели. Вам что надо. Берите. Это продуктовый. Вот как Бог это делает. Это отверзает ключ к сердцам людей. Сердце человека. Даже если он не христианин. Он чувствует. Тут заложено то. Что нам никогда не выполнить до конца. Это так высоко поднятая планка. Притча Соломона 6.23. Ибо заповедь есть светильник. И наставление свет. И назидательное поучение путь к жизни. Видите как? Соломон часто употребляет это слово и сравнивает его с заповедью. А вот смотрите. Кто не считает того. А я молился. Но не по слову Божию молился. Смотрите, что тебе будет. Но я принес благоухание. Мерзость. Я-то я не говорю не сам. Смотрите. 28.9. Притча Соломона. Сверяйте свои молитвы. Не знает о чем молиться. Ну, беда какая-то. А больном там есть канон. А есть канонов нет. Никакого мира нет. В семью заходить боязно. И она не знает что делать. Обратилась к Богу. Дети не крещеные. Он не дает ни слова не говорит. Вопрос стоит житель развестись. Я отвечаю как правило по слову Божию. Вот он спрашивает человек. А это как понимать? Я ему сразу мест 10-15 из Библии. Своего ни одного слова не даю. И он тоже говорит. Все понял. Почему? Бог с ним разговаривает. Мы всего лишь только промежуточное звено. Нашим языком Бог говорит эти слова. Научитесь мыслить. Говорить и поступать согласно Слова Божия. Я не выдумываю это. Так Бог начертал. Когда первый раз медали Библии я стал читать. Я не могу это выразить. Я как будто перестал видеть буквы. Как будто голос с неба. Я смотрю на буквы, а слышу как голос. Вот что Бог сделал. Я никогда в руках не держал такой книги. И чтобы обратиться, начать жить по Евангелию, в 23 года мне потребовалось полчаса всего. А на молитве может быть минут 5 были. Я делюсь опытом. Поэтому будем проверять себя. Притча Соломона, 20 глава, 20 стих. Запоминайте, с чем сравнивается светильник. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет в среде глубокой тьмы. То есть закончится жизнь не так, как он думает. Злословит отца и мать. И более повинным, больше, чем русский человек, никого нет на земле. Вот на базаре торгуют туркмены, узбеки, таджики, бывшие республики Союза. Он едва-едва два слова говорит. А еще ему говорит, стена есть, покупаю, рюк, иди домой. Как только огневался, чисто по-русски матерки летят в мать. Как в одном фильме показывают. Это сейчас где-то. Он наругался. Я просто сказал, как он сразу его ударил. Я ударил в штрафной батальон, а тут уже не вернешься. Ты мать мою. Да я не думал о матери, не говорил. Нет, я слышал, ты сказал, мать мою. Будьте аккуратны. Где слышите такое слово, предупредите людей. Вы будете наказаны. Светильник погаснет раньше времени. То есть жизнь угаснет. Энергия уйдет. Ты умрешь. 27 стих этой же главы. Светильник Господень Дух Человека, испытывающий все глубины сердца. Видите как. Это испытатель наш. Нам не даже не требуется, чтобы ходил за нами кто-то посмотрел. Если считаешь Слово Божие, оно тебя обречит. У меня с собой в камере, когда заключенный был, Новый Завет был с цалтырью. Еденую брать, вот такой маленький. Вот я вам покажу. Все до одной странички вот такие сжатые. Почему он пропитан слезами на один раз был. Вот как Бог учит. Это Бог делает так. И как это все оказалось к месту. Как от многого освобождаешься. Понимаешь, что я сегодня живу, может, последний день. А потом так бывает там. Не угодил где-то, лег спать, тебя сразу задавили. Да просто задохнулся. Матфея. Так. 24-20 прочитали. Матфея 6. 22-23. Перейдем на Новый Завет. Как насущий Дух Святой на сегодняшний день. И мы по-другому взглянем на наши чистые свечи. Повторяю, ни одного у нас, агарка, за 30 лет. Можно, а, говорит, нельзя сделать. Можно. Мы показали, можно. Можно только чисто восковые. Батюшка там достает, покупает. Чистые сестры у нас ильют свечи. Одна обзошла, говорит, а у меня мама этим занимается. А у меня ввоз был. Ну, много. Две пачки вот таких свечей. Я смотрю, они блестят. Когда она принесла, дочка, говорит, мама лила. Я говорю, а почему так? Ну, чтобы свечу легко вытащить из трубочки. Мать растопленным парапином на палочке промазывает. Да кто ж я позволил это? Я до одной свечи, все добраковали. Там есть примесь парапина. Нам это не надо. Написано чисто-чисто. Нечисто-нечисто. Мы оскорбляем то, что Бог дал нам делать. И дело свое негодное делаем. И презираем того, кому идем. Если приносишь барана, не приноси у которого ядры, то есть кастрированные, там, поврежденные, кости. Чистую жертву принеси хозяину твоему негодное, слепое. Примет он это или нет? Мы пришли к Богу. Ну, это маленькое дело. Но как оно хорошо сделано теперь у нас? Мы в устап это внесли. Никуда не девается. Все на месте. И другим это говорите. А в церкви могут сделать? Не могут. Не могут. Почему? Не десятины. Не платят десятину, поэтому где-то надо деньги брать. А где брать? А какой доход? Даже с крестиков посчитали 2000%. Хотя основатель материализма говорил, оживление при 100% дохода. А если 4, нет того преступления, на которое капитал не пойдет, даже под страхом виселись. А тут 5 виселись висит. И перешагнули через них. Я очень много на эту тему говорил со священниками, архиереями, митрополитами. Мы ничего не можем сделать. Ну, как же Псково-Пещерске-то сумели это сделать-то? Не продаются вещи, лежат сколько хочешь, там положил, а то отдельно совсем, даже не близко. Монах стоит рядом, покупают, вот как у нас. А я хотел, ну, скажи, там поставят тебе где-то. Можно. В вашей же церковной, я сказать, религиозной организации люди так делают. Мы там были, конечно, на душе другое чувство какое. Оказывается, в этой организации можно не только деньги-деньги, а можно Господь и Бог повторять. Матфея 22, 23. 6, 22, 23. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Если то, что мы считаем нормально, это не тьма, то настоящая-то тьма что? Мы должны мыслить так, как учит Священное Писание. Светильник око. Вот и глаза. Глаза не помню, когда слепой все, что он видит. Так и светильника, если нет. А светильник мы прочитали уже, Слово Божие. Русских-то людей не приучили. 900 лет христианства, как появилось на Руси, и ни одной Библии в народе нет. Я когда вспоминаю, это место не нахожу себе, чтобы выплакать. Как это можно? Господь дал мне слезы, я становился на колени по Куромскому соборе, в ограде, часами. Люди идут, батюшки, ну скажите им слово. В литургии это и есть слово непонятное. Феофан Затворник говорит, ныне, завтра, пора приступить к этому. И что интересно, мера беззакония, когда превышает все, не надо искать виновных. Бери на себя, как сегодня воюют, каждый друг друга винит виновных. Мы виновны во всем этом. А почему мы виновны? А потому что не заботились о Слове Божие. Можно было достать, можно было переписать. Я разговаривал близко, у меня друг был один, очень близкий. В заключение. А послать-то не берут тогда, в советское время было. Ну а говорят, что можно, сало, сало изрезано, иначе его будут резать. Но они разрезали, а толщина такая, они просверлили, туда листика три виблии. Опять запечатали салом, ну и дают так. И теперь они, мы, говорят, доставали оттуда, и теперь менялись. Там по отрядам, по своим, где кто находится. Какое оно уж там было завернуто, салопана не было, значит, чем-то. Вот как надо любить, Слово Божие. Я ничего не прошу, дайте мне Слово Божие. Я был, когда уже в лагере, мне разрешили брать большую Библию, 56-го года издание, настоящая большая. И там были свидетели Иегова, вернее, назвать свидетели сторожей башни. Как они мне завидовали. Они любят Слово Божие, а его нет. Никому не разрешали, мне разрешали. А когда он был, как, мне официально это решили. Ну, я прихожу, нет однажды. А начальник отряда, Владимир Васильевич, не беспокойтесь, я знал, что будет обыск, я себе в сейф и все унес. Вот как Бог делает. Я в промышленной зоне, шьем пупайки. А тут начальник. И после, уже я нашел его, где он есть, и послал ему книги. Помогли люди найти. Это Бог делает так, что, когда пути человеку угодны Господу, он и врагов его примеряет с ним. Перед тобой светильник на светильник будет рядом гореть. И свечи не будут падать. Лука, 11 глава, 34-36 стих. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе не есть ли тьма. Если же тело твое все светлое, не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Видите, у нас государство не теократическое, а мирское. Но вот если бы меня спросили, у меня громадный опыт в судейских делах. Только за это вот 11 лет шел в суд. Я пришел к выводу, неверующий судьей не может быть. Верующий в то, что будет суд Божий и за все ему отплатится. Пусть он будет другое вероисповедание, там мусульманин кто-то, буддист. Но чтобы он знал неправильный суд, это пойдет на него. Если будет кому положено сердце, людям говорите, чтобы как-то усмотрели государственные органы. Ну нельзя так, за взятки за все сажают. И ни один, ни два раза взяла. Уже на чем поймали. От нас это зависит. Так, мы 25 главу не считали, Матвея? С 1 по 13 стих. Не посчитайте, что это много, это нам крайне необходимо. 25, я сказал, экзамены по этой главе будут на суде Божьем. С 1 по 13. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяи светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатки у нас и у вас, поедите лучше к продающим и купите себе. Тогда же пошли они покупать, пришел жених. И готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. Понимаете, это касается каждого из нас. Это касается уже суда Божия непосредственно. У нас молитва, когда мы молимся, такая составлена, коротенькая, можете заполнить. Господи, укрепи нас в вере Твоей. Да горят у нас светильники истинной веры. Светильник – это истинная вера. Да вот они полные сосуды, елея, масла. Добрых дел, соделанные в Духе Святом и с любовью. Добрые дела многие делают, но в Духе Святом и с любовью могут только христиане делать. Я советую вам запомнить это. И когда будете молиться, не просто добрые дела, а соделанные в Духе Святом, когда Бог руководит тобой и с любовью, кто бы он ни был. Делами в Духе Святом и с любовью. И вот это главный вопрос будет на суде Божьем. Так ли мы это сделали? Так ли жили? Искали ли, особенно когда враг, и как ему это сделать? В природе нет, чтобы врагов любили. А Бог дал законы, которые не сама ли природа учит о волосах, когда пишет? А тут природа даже никто не учит. В возлюбе врага. Это огромная разница. Другое дело, враг не сдается, его уничтожают, как Горько говорил. А тут наоборот. Милостью Божией мы сегодня касаемся этих страниц. Молитесь о том, чтобы священники полюбили Библию Святую. Чтобы они говорили по ней, они сверяли свои слова. Встречаются столько, говорят, даже не верятся, что это священник. Выходит один очень известный и говорит, Ветхий Завет не читает, это и исторические еврейские басни. Его не убирают ничего. А Господь говорит, исследуйте Писание, 5.39 евангелетянам. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Когда Господь говорил, Нового Завета не было ни одной буквы. А это басни, еврейские легенды. Это ужас. Вот вчера, позавчера, вы знаете, известного человека, внезапно умер. Я на собрании скажу об этом. И отпевать. И отпевать не как-то, а обязательно в храме Христа Спасителя. Сейчас вопросы там пошли, люди неверующие. Тысячи комментариев. Ну если четыре тысячи, что же вы делаете? Знаете, человек, который матерился, ну и что он делал? Все дела перечислять его даже нет. Обманывал, крещал, дрался прям тут же там. Женщина, депутат за вас и схватил ее, так сказать. И отпевает сам патриарх. И он наклоняется, а стоят люди, корреспонденты, все снимают. Президент поехал. Ну там понятно, мирское. Мы, может, тоже ответственны за это. Почему же мы раньше-то не думали об этом? Хотя, когда этот недавно человек сказал такие слова, что все, которые не приняли, что... Эти люди, достойные того, чтобы всех арестовали и в лагере держали, я сразу сказал, он кончил жизнь. Бог этого не потерпит. То есть то, что я буду делать, что мою жизнь будет отнимать, а он прямо открыто заявил. И он восемь раз принял это и босс свернул. Там здоровье было большое. А сегодня об этом говорят. Я выставил материал за 2 октября Андрея Юродьева. Как хоронят? Хоронят. Идут священники, кадилы у них хорошо разожженные, со святыми упокой. И здесь точно так же поют. Со святыми упокой. И что получилось? Он видит, толпа идет эпиопов, демонов. Духи злые. Иные в воздухе летают. Кричат. Пеплом посыпает его людей. И мерзкой жидкостью. Вонючие. Откуда они набрали? Крапят все. И говорит на христиан. Демоны. Будьте вы прокляты христиане. Человека повинного во всех грехах. И вы говорите раб Божий. Ну отпевали же. Я в храме, помню, был, когда умер Брежнев. И говорит, жена его, Виктория попросила. Так сделали. Мы должны быть очень внимательны. Если люди были неверующие, никак в здании не делайте что не угодно. Потому что Библия остается одна. И что, дайте нам масло. Дали? А это доброе дело. Нет, кончилась жизнь. Ничего нельзя больше делать. Итак, Лука 12.34.36 Мы не прочитали это? Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце. Так там и сердце ваше будет. Да будут шресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака. Дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Когда Господь придет, а придет, это я сегодня взятый в жизни, там и будем. И как он с нами обойдется? Мы посчитали, студить будет Слово Божие. Смотрите чаще, изучайте эти билеты, по которым отвечать будем. Главное будет, это 3 глава Евангелия Теанна и 25 Евангелия Теанна. Это 2 цифры, можно запомнить. Евангелие Теана, 5, 35. Евангелие Теан тоже упоминает светильники, особенно в Откровении много раз. Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели в малое время порадоваться при свете его. Это о ком говорится? Объявление крестителя, это светильник. А Господь вечный наш светильник. И даже Деяние 20 глава 8 стих. Мы видим светильники и всегда должны думать, а что это? Значит, увидели, это наши глаза, это наша жизнь, иначе она угаснет. Это Слово Божие. Сколько значений? Обыкновенная свеча, она нас учит сегодня. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Видите как? У них понятно, с какой целью светильники освящение должно было быть. Ну и, конечно, и духовное. А у нас тут другое есть освящение где. Поблагодарим Бога за то, что у нас свечи лосковые. Даже за это надо поблагодарить. И здесь у нас никогда не будет нареканий ни от Бога, ни от людей. Второе Петра 1.19 И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Да коли не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вот как, во тьме, а теперь звезда, и в сердце взойдет. Это пишет рыбак. Да откуда он такие слова-то брал? Дух Святой подсказал это. И так, что этот светильник веры, любовь к Слову Божию, в Святой Библии разгоралась в нас. И когда с кем разговариваете, делаете, продаете, вы обязательно скажите. Продающие, покупающие есть. Но главное, чтобы для Бога это было. И что делаешь? У нас все без обмана. Не надо ни разводить ничего. А как проверить? Я христианин, спросите какой. И поэтому дальше проверять нас уже не надо. Мы не можем ради выгоды где-то что-то добавлять, урезать. Никак. Это не светильник. Откровение 1.12. Только в откровение слово светильник 12 раз встречается. Я обратился, чтобы увидеть чей голос, говоривший со мною. И обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников подобного сыну человеческому, облеченного в падир. И так, светильник это церковь. Вот теперь какая церковь у нас в копоти? В чем она состоит? Или она в ясности? На первом месте, что было слово Божие. Я говорю о своей скорби, когда и о радости. Дети ходят в истине. Никогда не ходят в истине. Нет ревности. Светильник не горит. Он погас. Он-то разговаривает. Но одна пришли. Так вот у меня готовится. Я вчера говорил. Из Германии приехать. Целая семья с детьми. Может даже не одна. Ну, трудно сейчас переезжать где-то. И он с каждым днем как пламень разгорается. И про каноны спрашивает. И покаяние сразу приносит. Какие люди есть? А родственники все, как были баптисты, остались. Они со мной говорят. Я пытаюсь разговаривать. Они не хотят разговаривать. А зачем разговаривать-то? Вот у нас дети как. А там специально в это время играют. Там где-то. Ну, можно заняться или чем-то. Он все сравнивает. И это все не так. Почему? Мы занимаем первое место, может быть, здесь. Когда собирали средства на издание, на перевод. В Библию здесь. В библейской общице приезжали. Почему? Это наша любовь. Мы эту любовь должны подтверждать ни день, ни два. А ежедневно. С кем бы ни говорили, какой вопрос не возник. Ты сразу думаешь, что бы сказал Господь? Что сказал апостол Павел? А он ссылается на священное писание. Такие места писания, как Левит 24.4. На подсвечнике чистом должны не ставить светильник пред Господом всегда. Вот как. А это все были образы для нас. Есть такие места, которые хочется просто найти, прочитать, чтобы вы узнали, что есть такое. Исход. Исход. 28 глава. 33-36. Поподолу ее сделает яблоки из нити голубого, яхонтового, пурпурового и черленого цвета и скрученного в бессона. Вокруг попадолу ее. Такого вида яблоки и позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко. Золотой позвонок и яблоко. Поподолу верхней ризы кругом. Она будет на ароне в служении, дабы слышен был звук от него, когда он будет входить в освятилище пред лица Господня. И когда будет выходить, чтобы ему не умереть. И сделай полированную дощечку из чистого золота. И вырежь на ней, как вырезают на печати. Святыня Господня. И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, чтобы она была на передней стороне кидара. А они имеют это отношение к нам? Яблоко, позвонок. А что это означает? На подоле, верхняя риза которая, яблоко и позвонок. Я не знал позвонок. Я думал, как что-то. Звонок маленький. И когда он идет, шагает, они изменят. Это проповедь оказывается. Чтобы каждый шаг запечатлевался проповедью, по слову Божию. Напоминал. Вот у нас как? Колокола бьют. И там перезвон такой. И с остановки у Покровска прям бегом люди бегут. У мусульман этого нет. Они запретили это, где мусульманские страны? Закон государственный били. А что разрешили? Била называется доска. В нее тут ударили. Ну а доска что-то? Ну подвесили доску, ударили. Почему? Делайте как положено. Вы верите в Бога? Верите? Где ваши люди? Разговор-то какой? Простой. Ну где? На работе. У нас тоже на работе. Ну смотрите, проходит время. Три часа. Зашли тут около, я не знаю, там, ну не меньше пяти тысяч, говорит. Такой дубаи огромный у них мечеть. Туристы походили, говорят, а у вас оно действует за ним? Действует все. А где люди? На работе. А когда молятся? А вот сейчас полчаса осталось. Я говорю, сейчас полчаса маленько задержался, подхожу. Я не могу зайти. Полное. Как они любят исполнять то, что у них написано. Нам поучиться этому надо. У нас даже вот здесь мы сколько есть. Ну а мужчина отдельно, женщина отдельно. Давайте договоримся так. У вас, когда собирают на моление, что? Ну ударяем. У нас не ударяет. Минарет называется на высоте. Туда поднимается мула и кричит. О, правоверные, насколько лучше славить Аллаха, чем спать и лежать. Суд Божий спросит у вас и протяжно, как у нас любят говорить. Везде так, везде так. Несколько молитв, он кричит, зычный голос, далеко слышно. Сейчас все глупаны поставили где. Можно поучиться. Мы не можем на минарет залезть это. Но мы где встречаемся с людьми, хоть пару-то слов скажите. У нас же написано 14-15 том открытым оком. Одна, она живая, сестра наша болеет. По соседству на даче. Одна уходит все время куда-то. Она говорит, я смотрю, куда же она уходит. Вместе с мужем. Я, говорит, однажды решилась такая сестра и говорю, пойдем с нами. Там Слово Божие у нас. Нет, если бы по радио передавал тот человек, а я передавал. Я, так я к нему на занятия и хожу. Как она, я, говорит, думала ударит меня. Да что ж ты молчала, я сколько лет ищу его. Она сейчас болеет, Маргарита. Это она все написала. Почему? Слово Божие. Не надо здесь 10 учебных заведений кончать. Любовь. Любовь тебе это откроет. И любовь так откроет, что неграмотный, может быть, рыбак. Он будет показывать. Да Господь к нему и говорит, ты рыбак, а теперь будешь ловить по-другому сердца человеческие. Забросишь неграмот. Господь, обычно я на берегу стою и сеть забрасываем туда. А Господь, наоборот, сам в воде, а на берегу стоящий сетью захватил и зато вот говорит. Какое пояснение. Несколько еще слов только сказать об этом. Неудобно даже говорить, хотя об этом. Видите, когда напали, сейчас фильмы разные ставят, разрушили Иерусалим, то те, которые понимали, что все, битва закончена, и то, что были светильники, они их спрятали. Которое было масло, где-то старались хоть маленько зарыть. Проходят год, два, три, сто, а не возвращаются из плена. Надо восстанавливать. А те передавали в таком-то месте, там где-то зарыто. Ну и стали искать, и нашли маленький бутылечек там. Но этот бутылечек хватит там примерно на один час. Но возжечь нужно светильники, от которого все загорятся светильники. Ну, как о благодатной войне говорят. Ну, зажгли. До вечера горит. И восемь дней горел. И они вот Аханука, которую евреи в праздник, они празднуют по сегодняшний день. Назвали. То есть, что победа тьмы светом? Это только Бог Иегова мог сделать так. То, что на один час, оно восемь дней горело. И поэтому праздник у них восемь дней на сегодня. Наши праздники иной раз не соответствуют тому, что есть. Я еще раз повторю. Молиться об этом надо. Покров. Он нам ничего не дает. Греки его не празднуют. Я предложение давал какое? Оставить этот праздник. Явление Божьей Матери было. Окончательная битва 6-й армии. Гитлеровскую победили где Сталинградом. Почему не отметят? Или у нас была даже одна сестра из блокадного... А там Сталинград был. А здесь Сталинград. Или Курская битва закончили. Почему покров не сделать, не отпраздновать? Победа, которая решила всю победу. Всю Европу избавила. И все люди свидетели. Мы должны так, чтобы Слово Божие было живо и действенно. Заговорило с нами. Живо, то есть оно и сегодня. До разделения духа и души. Состава и мозгов. Мы сегодня поговорили. Нашли образец Словия Божия. И церковь наша, о которой 12 раз говорит апостол Иоанн в Откровении, тоже сияла как светильник. Господу Богу нашему слава во веки веков. Аминь.